здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас такой духовно психологический вопрос является ли комплекс неполноценности смирением категорически и коротко отвечу нет не является потому что смирение это добродетель а комплекс неполноценности это проблема на этом собственно можно было бы ответ закончить но я все-таки немножко поясню что такое смирение смирение это во-первых адекватная если вот раз уж мы начали в вопросе употреблять психологические термины то я попробую на вопрос собственно смирение раскрыть с психологической точки зрения смирение это во-первых адекватная самооценка это понимание того кем ты являешься на самом деле какие у тебя есть возможности на что ты на самом деле способен а что ты не можешь где твои амбиции были бы завышены и что ты в данном состоянии в своем данном положении не можешь делать не можешь чувствовать чему ты собственно не соответствуешь это первый маленький пунктик то есть адекватная самооценка второе исходя из этого смирение выражается в том что ты стремишься к совершенствованию исходя из адекватной самооценки ты например уже освоил простые дроби но тебе предстоят десятичные по которой ты пока в которых пока не разбираешься ну и соответственно ты со смирением приступаешь к изучению десятичных дробей понимая что тему просты дробей ты уже закрыл и вполне неплохо в них разбираешься пять раз подряд написав контрольную по крайней мере на твердую четверку вот и важным по сути дела таким элементом без которого настоящее смирение конечно не существует это готовность исходя из того кем ты являешься с одной стороны действовать а с другой стороны готовность уступить и здесь уже мы говорим о настоящем христианском смирении один из моих любимейших примеров отличающий смирение например не от комплекса неполноценности как в этом вопросе от просто слабости это например когда ты идешь где-нибудь темным проулком и к тебе подходит компания или какой-нибудь нехороший здоровенный детина и предлагает тебе выбор между кошельком или там получением ломом по хоботу и если ты просто слабак то ты отдаешь кошелек получаешь ломом по хоботу и идешь дальше это не будет проявлением твоего смирения если же ты чемпион ладно мира города по боксу или по карате и вполне можешь одним или двумя или даже тремя ударами этого человека усмирить и пойти себе дальше с кошельком и сломом который ты по дороге выбросишь в соседнюю канал чтобы никто другой по хоботу не получил то это будет проявление силы если же ты являешься вот таким чемпионом и мог бы дать отпор но исходя из своего духовного выбора о несопротивлении злу например собираешься смиренно отдать ему кошелек и получить вот это будет проявлением смирения ты в силах противостоять но ты выбираешь не противостоять это не значит что это правильный выбор но это будет твой смиренный выбор возможно столы бы смиренно действительно наказать этого человека чтобы никто другой от него не пострадал но вопрос выбора это вопрос другой мы сейчас не на него отвечаем комплекс неполноценности эта ситуация когда человек испытывает неуверенность иногда прямой страх и неспособность к поступку на которой объективно он на самом-то деле способен то есть он вполне способен разобраться в десятичных дробях но комплекс неполноценности не позволяет им даже приступить к решению этого вопроса он вполне способен ухаживать за девушкой понравится ей создать семью родить и воспитать нормальных детей но комплекс неполноценности не дает ему возможности подходить соответственно и действовать знакомиться с подобной девушкой и даже этот комплекс может блокировать не собственную инициативу например тебе предлагается какое-то место вот я как преподаватель семинарии часто сталкиваюсь с ситуациями когда мало спрашиваешь молодого человека выпускника например школы той же самой православной или просто какого-то вот молодого человека вот ты не хотел бы поступить в семинарию и человек может ответить нет я не подхожу на вот то чтобы быть священником и это может быть как смирение так и комплекс неполноценности когда человек не верит в то что господь способен сообщить ему и силу и мудрость и терпение и необходимые добродетели для того чтобы например священником стать нет я вот нет безответственный я рассеянный я не молитвенный я никакой я не подхожу и вот действительно это может быть просто адекватное наблюдение за собой признание того что да по крайней мере на данном этапе жизни мне прежде чем в семинарию поступить необходимо разобраться с этими своими какими-то недостатками и дальше уже устремиться к достижению этой цели а может быть блокирующим комплексом неполноценности ярче всего это действительно проявляется вот каких-то делах в отношениях с противоположным полом и является следствием заниженные самооценки которая является следствием каких-то проблем травм неудач перенесенные боли и по-хорошему с этим надо разбираться это можно впрямую можно и нужно впрямую лечить не таблетками это не психиатрия не медикаментозно но определенным опытом побед определенными педагогическими приемами которые никогда не поздно и в любом возрасте попытаться реализовывать и возможно даже какими-то психологическими консультациями и попыткой понять что какие травмы какая боль какие проблемы являются причиной вот такой блокировки и признание себя неполноценным господь не ждет от нас подобного смирения нечания подобные неполноценности он ждет от нас смирение перед ним признание собственного несовершенства но адекватные оценки и стремление стать лучше чище и ближе к нему внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...